Заходит, когда Хасбек в бар. Пивосеки. Напиток настоящего CG-шника. Сегодня вы узнаете, как захватить мир с помощью Чарджи ПиТи. Как Миджор не отжал работу художников, а теперь заставляет их платить ему деньги? И почему ИИ нас всех убьёт? Ты, наверное, хочешь спросить у меня, что это было? Сека, ты чё, не сдох? Здоровенько. Сека! Этот счастливый молодой человек. Это я. А все эти люди вокруг просто рады меня видеть. Меня зовут Сека, и я вернулся, чтобы вновь рассказать целый курс за 6 минут, завалить вас горой ненормативной лексики и, конечно же, поприкалываться. С последнего видоса прошло уже 7 месяцев, надеюсь, вы заскучились. И если в прошлый раз вышел шедевр, то в этот раз вы наблюдаете за апофеозом моей творческой деятельности. Закройте двери, усаживайтесь по одному и надейте наушники, чтобы подружиться в эпоху искусственного интеллекта. Впервые люди задумались о том, чтобы сделать что-то похожее по функционалу на наш мозг в 1943 году. Ну что, мой молодой друг, пододвинь своего шедевра на футуризме деда поближе к экрану и внимай! Сегодня мы задаемся вопросом... Что такое ИИ для МЕДИАН? Начнем с того, что уже существует и может быть использовано в твоей работе. Этот мужик синтезирует запись твоего голоса в хорошем качестве. Но есть пора, но... Я? Во-первых, он может проглатывать некоторые буквы, так что вкидывай новые скиллпоинты в свою дикцию. Во-вторых, не стоит кидать запись, где звучит два разных голоса, или ты меняешь голос с обычного на необычный. И да, голос в этом ролике обработан нейронкой, так как у меня дома жуткое эхо, микрофон говно, и зачем мне вообще тратить свое время на эту задачу, если хорошего результата можно добиться с помощью ИИ за пару минут. Ну что, художник, сейчас шачем я. Ча? Джи-би-ди. В целом, сюда можно запихать любую языковую модель, но это самое хайповое, вероятнее всего, вы даже про нее знаете. Модели, подобные чат GPT, условно можно назвать мозгом, так как они умеют логику, а у некоторых в головах даже этого нет. Но суть не в потенциале, который скрывается за языковыми моделями, а в том, что ты можешь внедрять их в свою работу. Для примера возьмем Blender. Или возьмем, к примеру, After Effects. И, конечно же, твой дед уже рвется до клавиатуры и хочет написать не о таких инструментах, как Motion Bro и тому подобное. Слышь, дед, просто вспомни, что делал Blender раньше. Ты также можешь юзать GPT в любых других целях на пути производства видосов. Сечешь, о чем я? Художник. С голосами еще не покончено. Потому что теперь ты можешь добавить других персонажей, не прибегая к работе с актерами. Да, ты не заменишь актеров полностью. Но я тебе этого и не предлагал. Сечешь, о чем я? Ну а теперь встречаем нашего главного гостя на сегодня. На сцене. Стейбл Дефюжн может генерить картинки в любой стилистике, которую ты захочешь. Хочешь генерировать свою любимую собачку в любой ситуации? Обучение лоры не займет больше одного дня. Даже если ты на днях лишился всех пальцев обеих рук. Хочешь какой-то стиль без особых заебов? Залетай, нациетай. Там ты найдешь любые модели с любыми стилистиками. Ну, почти. Хочешь изменить свое фото? Use the image to image. Подрубай Ctrl.net, настраивай генерацию и вперед. Вот ты можешь погрузить и быстро закомпозить любой объект в любую локацию. А что там с видосами? Спасибо, что спросил. Есть много различных способов пропустить ролик через Стейбл Дефюжн. Обрабатывает каждый кадр ролик автоматически, подгружая PNG-секвенцию из папочки по пути, которому ты указал. При маленьком дейнозе вполне себе работает. Ну, блядь, пожалейте эпилептиков. А вот это уже интересная штука. Позволяет вкинуть в процесс генерации новые данные, которые можно достать из изображения, к примеру, позу персонажа или глубину кадра. И если ты запустишь Batch плюс Ctrl.net, результаты будут куда лучше. Окей, но для начала анекдот. Подходит Петька к Василию Ивановичу и спрашивает. Василий Иванович, что такое нюанс? Василий Ивановичу говорит. Снимай, Петька, штаны. Петька снял. Василий Иванович достает хуй и сует Петьке в жопу. Вот смотри, Петька, у тебя хуй в жопе, и у меня хуй в жопе. Но есть нюанс. Вот и Эпсин, такой же хуй в твоей жопе, читай о проекте. Да, красиво, прикольно, вот только что-то сидеть неудобно. А если тебе кажется, что я гоню на Эпсин без причины, остановись, выдохни, изучи, как работает Эпсин, и сильно-сильно призадумайся. На данный момент это, наверное, самая удачная реализация по сохранению согласованности кадров в секвенции. Хуйню, конечно, бывает творит, но если железо мощное, и ты накрутишь все настройки правильно, получишь очень даже хороший результат. Ну и, конечно же, так как это скрипт, юзать его нужно в сочетании с другими инструментами. Ночь работы, я могу генерить хазбика в разных ситуациях, а это еще и повышает стабильность при генерации. Сечешь о чем я. И-и, это алмазная кирка, зачаровывая на скорость добычи. Ты художник, и ты делаешь какие-то приколы в виде картин, так еще и деньги с этого манишь, хорошо? Хорошо. А теперь прихожу я и говорю тебе, братишка, держи кисточку, которая будет понимать, что ты рисуешь и менять цвет красок в нужный момент. Тебе больше не нужно тратить время на смену кисточки или краски, больше концентрации на творчестве. Поймите одну вещь, мир меняется. Факт, вы это не остановите. Поэтому вспоминаем правила эволюции и адаптируемся. И, конечно же, главная мысль, и не является автономным, им кто-то должен управлять. Это такой же инструмент, как и все остальные. В целом, развитие искусственного интеллекта и наличие доступа к нему у обычных людей очень круто. И это можно сравнивать с появлением интернета или заводов в эпоху индустриализации. Не будьте лудитами, они тоже смотрели на бездушные машины и думали, что все будет плохо. А теперь представьте быть людей в наше время, если бы они победили. Все, что сейчас происходит, приведет к глобальным изменениям во всех сферах жизни. Человечество переходит в новую эпоху. Если вам кажется, что я забыл про возможные риски, вот мой ответ. Рыночек все порешает.